Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кашгара и Баласагуна, но и, собственно говоря, Маверонахра. И к началу XIII века это будет один из самых, наверное, могущественных политических игроков, желающих разделить остатки некогда великого государства сельджукидов Харасана. И, собственно, основным противником у Крокитаев в этом смысле будут держава Гуридов и, собственно, Харизм Шахи. И вот в этой борьбе держава Крокитаев истощит свои собственные силы. И, в конце концов, с одной стороны, под натиском Харизмитцев, а с другой стороны, под натиском монгольских войск под командованием военачальника Чингисхана государство будет окончательно ликвидировано. И вот здесь хотелось бы обратить внимание, что, с одной стороны, история Крокитайского государства с точки зрения исследований имеет очень богатую историографию, начиная с классических трудов Бартельда, заканчивая современными авторами, такими как Михаил Биран, например. Это государство хорошо и подробно изучено. Но, с другой стороны, есть один очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание и сделать это отправной точкой своего доклада. В большинстве случаев описание истории Крокитаев базируется на персидских текстах, начиная примерно с середины XIII века. То есть, это сочинение Джувини, на которое чаще всего авторы при описании Крокитайской истории опираются. Более ранние памятники, особенно памятники XII века, безусловно, исследователями использовались, но использовались в гораздо меньшей степени. И вот вопрос, в связи с чем так происходит, и что вообще авторы до монгольского периода писали по истории Крокитаев, вот на этом и хотелось бы сосредоточить свое внимание. И здесь, прежде всего, необходимо, конечно, отталкиваться от самого названия Крокитая, которое, сразу могу сказать, авторы до монгольского периода не употребляют вовсе. Более того, самый ранний пример использования этого маркера по отношению к Крокитайскому государству – это труд Атамали Каджувини «История миропокорителей», «История завивателя мира» Тарихи Джахангашай, где этот термин впервые используется. Более ранние авторы используют только термин «хитай» или «хита», или «неверные тюрки», или просто «тюрки», если хотят как-то обозначить Крокитаев, их армию или, соответственно, государство в целом. То есть сам термин, получается, в мусульманской историографии утвердился значительно позднее, чем значительно позднее существования самого этого государства Крокитаев. Второй очень важный момент – это, конечно, история образования самого государства. И вот здесь стоит отметить, что авторы домонгольского периода крайне скупо описывают сам этот процесс, то есть приход киданий в пределы Кашгара и Баласагуна, завоевание этого региона и так далее. Здесь стоит отметить, что большинство авторов, ну, например, авторы так называемой круга Сельджукской историографии фиксируют Крокитаев непосредственно тогда, когда они начинают угрожать пределам Маверонахара, то есть это можно примерно, даже не примерно, а точно датировать, началом 40-х годов. То есть вот это давление на Маверонахар и ответная реакция со стороны султана Санджара, что привело в итоге к известной битве на Катаванской равнине 1141 года, и является отправной точкой для рассказа о Киро-Китае вообще. То есть все, что происходило с ними ранее, большинство авторов, ну, по крайней мере, круга Сельджукской историографии, не описывают вовсе. Ну, здесь в качестве примера можно привести известные сочинения Захирадина Нишипури и Сельджукнаме, где он в самом начале своего рассказа о Киро-Китае пишет следующее. «Также распространился повсюду слух о неверных Хитае, которые намеревались отбить исламские города из земли Маверонахара у войск Харасана, и множество верных слух султана Санджара этим событием были бы опечалены. Однако вся военная сила Ирака была разгромлена и обращена ими, то есть Киро-Китаями, в бегство». Ну, дальше я пока цитировать не буду, но к этому рассказу все равно еще вернусь. То есть, как образовалось это государство, откуда эти Хитая взялись, Нишипури и целый ряд других авторов XII века не сообщают ничего. Откуда и кто вообще что-то об этом пишет? Ну, более или менее развернутое описание миграции Киро-Китая в пределы Кашгара и Баласагуна мы находим у автора начала XIII века Мухаммада Наджиба Бакрана, его Джохан Намай, который рассказывает об этом применительно к истории Китая. Он, в частности, упоминает, что, описывая Китай, его географическое положение, на какие области Китай разделен, вот он пишет следующее. Говорят, что многие из великих эмиров были из эмира Китая. И говорят, что последний эмир был падишахом Чина. Оттуда, то есть территории Чина, он выступил по причине, здесь причина не указана, пропуск в рукописи, и двигался он, и вел по дороге войны, и таким образом дошел до предела Баласагуна. Там им, то есть Хитаям, никто не оказал сопротивления, и они там поселились. И затем они изменили свое название «Китайст» и назвали себя «Кутун», а простой народ называл их «Хита», произнося это по ошибке. Вот, собственно, и весь рассказ о миграции каракитаев вот в эти, соответственно, пределы. Есть ли из авторов до монгольского периода хоть кто-то, кто упоминает более или менее внятно вторжение каракитаев вот в эти земли? К таковым можно отнести анонимного автора сочинение, которое в историографии, по крайней мере, российским, называется как анонимное персидское сочинение 1133 года. Сочинение сравнительно известное, уже Вадим Васильевич Бартель о нем писал, писал о нем и некоторые другие исследователи. Текст оригинальный был опубликован в составе первого тома Туркестана в эпоху монгольского нашествия. Данный текст представляет собой копию письма по всей видимости из канцелярии султана Санджара ко двору багдадского халифа, в котором есть очень любопытный момент, любопытный кусочек. В нем рассказывается о походе Харизмшаха Ациза в пределы Дешта Кипчака. Сказано о том, что Ациз одержал победу, и на радостях от этой победы над одним из кочевых племен он разослал фатх-наме по всем окрестным государям, и это фатх-наме султана Ациза дошло до хана Ахмада, хана Кашгара, который на это ответил примерно следующее, что, мол, ты рассылаешь нам свое письмо о своей некой победе, а я вот тут относительно недавно, речь идет по всей видимости о событиях двух-трехлетней давности, одержал победу над мятежными неверными под руководством некоего одноглазого предводителя, который уже несколько лет назад явился из глубин Туркестана со многими воинами и распространил притеснения вплоть до границ стран ислама. Этот рассказ перекочевал в более позднее сочинение Ибн Аля-Сира, в котором он уже выглядит нескольным образом. Еще до этого, в 522 году, кривой или одноглазый, а он, гурхан Ассиний, достиг границ Кашгара с большим числом воинов, какое знает только Аллах. Против него вооружился владитель Кашгара, то есть Ильхан Ахмад ибн Аль-Хасан. Он собрал свои войска и вышел к нему. Они встретились, сразились, и кривой Ассиний, гурхан, был разбит, и много его сторонников было убито. Затем Ильхан Ахмад умер, и его место занял гурхан Ассиний. Вот, собственно говоря, эта традиция, пожалуй, единственный пример того, как домонгольские авторы описывали вторжение Каракитаев в земли Кашгара и Баласагуна. На что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, фиксируется, это очень важно, несколько попыток вторжения в эти земли, одна из которых, по всей видимости, закончилась неудачей. Во-вторых, здесь важно отметить еще один любопытный момент. Это, собственно, упоминание титулатуры правителя Каракитаев. Здесь, кстати говоря, тоже есть один очень важный сюжет. Во-первых, ни одного имени собственного по отношению к правителям Каракитаев в мусульманских источниках XII века, по крайней мере, мы не увидим. Везде используется титулатура, которая тоже далеко не всегда пишется одинаково. По всей видимости, наиболее ранние авторы писали не гурхан или кухан, а упоминали правителя Каракитаев как урхан или узхан. И уже из этого трансформировалась более поздняя конструкция в виде гурхана в этих самых текстах до монгольского периода. Отсюда, по всей видимости, ошибка, которую допускает сначала анонимный автор 1133 года, называя предводителя одноглазым, а затем и Ибн Алиасир, который просто-напросто транслирует одновременно это неправильное указание и абсолютно правильный титул гурхан Ассини, который к тому же он еще и переводит сравнительно верно как хан ханов или величайший из царей. Это, кстати говоря, тоже один из немногих примеров, когда сам все титулы гурхан мусульманский автор пытается хоть как-то перевести. Во всех остальных случаях мы наблюдаем картину, при которой титул трансформируется и так, и сяк. И, собственно, наверное, до текста Ибн Алиасира и будет чуть более позднего Джовини, не сложилась какая-то встроенная традиция упоминания этого титула. Имен, собственно, как я уже сказал, мы здесь не встречаем. И еще один момент, это, конечно, попытка найти хоть что-то общее в описаниях Каракитаев до монгольской эпохи. Это, безусловно, одно событие, которое объединяет большинство авторов как исторических, так и историко-географических трудов. И с этого момента история Каракитаев, она приобретает сравнительно стройное описание от событий. Я уже упоминал, 1141 год, битва на Катаванской равнине, разгром войск султана Санджара. Разница в описаниях сравнительно невелика, да, приводятся примерно одинаковые, явно завышенные цифры мусульманского войска порядка 100 тысяч человек. Есть некая разница в количестве убитых, варьируется от 30 тысяч до 34 тысяч. Отдельные авторы упоминают, что в сражении погибло энное количество, как сейчас принятие говорить, нон-комбатантов, то есть женщин и представителей духовенства. Еще один, наверное, еще некое такое незначительное отличие связано с тем, что у одних авторов в качестве причины сражения упоминается ссора, если так можно сказать, попытка, наверное, даже приструнить племя Карлуков, которое кочевало в пределах Мавиранахра в этот период со стороны султана Санджара. Карлуки попросили поддержки со стороны Каракитаев, получили ее и, собственно, это привело к сражению. Отдельные авторы упоминают, что здесь свою выдающуюся роль сыграл Харизмшах Ацис, который подзуживал Каракитаев к этому сражению. Далеко не все авторы эту точку зрения разделяют, но, в частности, в памятниках начала XIII века у того же Ибналья Асира обе версии мы наблюдаем. И тот, и другой вариант объяснения причин сражения он присутствует. То есть, если более ранние авторы в этом случае расходились в своих мнениях, то Ибналья Асир решил, недолго думая, привести сразу две версии, а вот какая-нибудь из них правильная, да и будет. И вот с момента поражения султана Санжара Каракитаи упоминаются и упоминаются сравнительно часто, но при этом исключительно как внешние агрессоры, вторгающиеся в пределы Маверонахара, заставляющие страдать мусульманское население этого региона, обкладывающие данью отдельных региональных правителей, но большое количество вопросов тем не менее остается, то есть, авторы этого периода абсолютно не упоминают то, как это государство управлялось, лишь некоторые из них упоминают, какую религию исповедовал непосредственно Гурхан, хотя и здесь происходит определенная путаница в одних источниках, он предстает манихеем, в других источниках упоминается его христианское вероисповедание, в-третьих, указывается, что он вообще был просто язычник и все, какая разница собственно, чего дальше разбираться. Нет никаких указаний относительно, как я уже сказал, имен собственных, но более того, можно отметить, что не только сам правитель его имени упоминается, но зачастую некоторые имена собственные, которые, ну как считает мусульманский автор, таковыми являются, это на самом деле тоже не имена собственные, а титулы, ну самые, наверное, известны, это история с одним из полководцев каракитайских, да, так называемый Тайангу из Тараза, который возглавлял каракитайское войско в знаменитом сражении 1210 года против Хоризмшаха и был разбит, вот собственно Тайангу, понятно, что это нет, опять же, не имя, собственно, это титул, и как его звали на самом деле мы не знаем. Другое дело, что отдельное, конечно, исключение из правил есть, ну в частности, речь идет, безусловно, о памятниках, скажем так, середины 13 века, где нет, нет, ну и появляются отдельные имена, но опять же, эти имена чаще всего никак не связаны с правителями или с высокопоставленными военачальниками Каракитаев. Резюмируя, можно сказать следующее, что, скажем так, отсутствие в современных исследованиях большого внимания к ранней мусульманской историографии, условно, назовем так, домонгольского периода, при описании Каракитаев обусловлено прежде всего тем, что сведения о них весьма разрознены, противоречивы, обладают большим количеством, скажем так, очевидных ошибок и нестыковок, и самое главное, что в памятниках появившихся до сочинения Джувини нет более или менее связанного рассказа по истории правителей этой державы и особенности образования этой державы в пределах Кашгара и Баласагуна. Тем не менее, сам по себе этот материал, который находится в своем отражении в самых разных источниках, сам по себе интересен. Это касается и упомянутых мною сюжетов и некоторых, которые мне пришлось к сожалению опустить ввиду того, что регламент есть регламент. Надеюсь, я в него уложился и если какие-то вопросы остались, я безусловно на них отвечу. Спасибо большое еще раз. Да, большое спасибо, Дмитрий Михайлович, вы идеально уложились в регламент. Дмитрий Михайлович, пока вот коллеги размышляют, скажите, я же правильно понимаю, что гурхан это на самом деле как бы от персидского кур, то есть в значении слепой или кривой, правильно? Это точка зрения, которую мы встречаем первоначально, как кажется, Ибн-Аля-Сира, но скорее всего она восходит вот к тому самому анонимному персидскому тексту 1133 года. Есть попытки в источниках еще до монгольских объяснить этот термин как хан-ханов или великий хан. У исследователей все-таки сейчас сложилось представление, что скорее правильнее переводить как хан-племен и не сводить это к точке версии Ибн-Аля-Сира, которую, очевидно, там он очень много накрутил вокруг этого титула. У него и Одноглазый, и гурхан, и хан-ханов, и Ассини, то есть все, что знал про него, что называется, то он и выдал вот в этой ситуации. Понятно. И еще, скажите, пожалуйста, вот смотрите, я, насколько понимаю, идет вторжение каракитаев, они начинают представлять опасность для мусульманских государств. А вот скажите, насколько эмоционально о них пишут мусульманские авторы, то есть у них есть такие обороты, что это, так сказать, враги Аллаха, например, Ада-Ул-Ла или там Ла-Нагум Аллах, да, то есть да проклянет их Аллах. Вот есть такая вот эмоциональная составляющая. Просто, вы знаете, слежу, ну, так сказать, вот XI век, да, это, в общем, так сказать, время такого начала реконкисты, да, и вот испано-мусульманские авторы в этот период, они очень эмоциональные, да, и очень часто употребляют именно такие обороты. Вот у вас что-то такое есть или как бы такое нейтрально повествовать на изложении? Вот нет, конечно, оно абсолютно нейтральное, там таких, конечно, как вы сказали, выражений проклятий нет, оно, наверное, больше свойственно именно описанию монголов, особенно у ранних авторов, но он постоянно маркируется, гурхан, да, как неверный, и его, соответственно, подданные как неверные, ну, а, соответственно, те, кто противостоял им, ну, вот есть пример из сочинения Анна-Шахина, явно более позднее, конечно, дополнение к его тексту, он в разделе Самарканд, в частности, пишет, что после того мы наблюдаем другое гибельное время, и в благословенные списки мучеников были записаны многие, поскольку в землях города Самарканда было осуществлено насилие. Для этого необходимо рассказать о битве на равнине Катаван, то есть о той же катаванской сражении 1141 года, после которой в день страшного суда из этих мест восстанут 80 тысяч шахидов, и каждый из этих 80 тысяч шахидов будет являться заступником, то есть, ну, те, кто противостоял, соответственно, да, Каракитаем в этом сражении, здесь, как вы видите, цифры на порядок выше, чем у некоторых других авторов, в частности, там, того же Захира-Дина Нишапури, который указывает всего 30 тысяч погибших, здесь их 80 тысяч, и все они, соответственно, шахиды, павшие за веру, есть определенная вот эмоциональность здесь, конечно, мне кажется, и маркировка определенная здесь тоже есть, хотя, ну, в сравнении с монголами, конечно, не такая, потому что монгольское нашествие описывается гораздо более так эмоционально. Большое спасибо, Дмитрий Михайлович.